Трофей Рыбалка Трофей Рыбалка Трофей Рыбалка обо всем об этом в сегодняшней передаче. Итак, наши гости. Игорь Елпашев с нами, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов по Кировской области, Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы уже договорились, по-простому можно начальник рыбоохраны, главный в регионе рыбинспектор. Абсолютно. Добрый вечер. И с нами тоже Тимур Абашев, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, главный государственный инспектор по охране окружающей среды. Тимур, здрасте. Вот такая серьезная у нас сегодня подобралась. Василий, с чего начнем? Ну, начнем, наверное... С каких-то постулатов. Я думаю, что начнем с того, что любой рыболов, который не знаю, там, по-честному ловит рыбу, ну, то есть удочка, спиннинг и все оставшееся, так или иначе всегда придерживался определенных норм и правил, которые существуют. Ну, я думаю, что каждый уважающий рыболов должен их знать для себя, да. Вот. Соответственно, сейчас все соцсети запестрили там видео, какие-то там статьи еще-еще о том, что у нас грядут и уже настали определенные перемены. То есть сейчас нужно, так скажем, ну, с осторожностью подходить к рыбалке, да, всегда уже там смотреть, что мы ловим, когда мы ловим, где мы ловим, на что мы ловим, чтобы, ну, рыбалка не превратилась в какое-то такое... Поэтому вот об этом мы и поговорим. Вот у меня первый вопрос к Игорю Юрьевичу о том, что у нас, вот я сейчас знаю, что сильно, очень сильно возросли таксы и штрафы за рыбу, да. То есть если раньше там судак 300 рублей, там, да... 250, то сейчас, если вы, к сожалению, друзья, там, поймали судачка размером меньше 40 сантиметров, правильно я говорю, да, вам придется заплатить штраф в 3 тысячи, там, 300 или, ну, вот, в 10, там, в 100, в 100, в 100, сколько, в 10 раз? В 10 раз. Да, в 10 раз есть и больше. Есть и больше, да. Есть и больше. Вот, давайте вот начнем с этого, расскажите. Значит, данное постановление вступило в силу 17 ноября 2018 года. Постановление правительства страны, да. Постановление правительства страны, да. Где были изменены вот эти таксы. Действительно, вот я привожу примеры, если, скажем, стерлить стоила 420 рублей при возвращении ущерба... Я подчеркну, что стерлить в нашем регионе ловить можно, но это нужно делать в свое время и только снастями, разрешенными, соответственно, там, ни о каких сетях и других браконьерских снастях мы в нашей передаче не говорим. Браконьеров не любим, ненавидим и просто там... Да, презираем. Презираем. Никому, никогда, не дай бог, встретиться с ними, потому что он реально губит нашу природу. Вот, а если вы ее ловите в разрешенное время, там тоже, по-моему, есть определенные размеры. Сейчас он, если мне память не изменяет, 42 сантиметра, да. Так, Игорь Юрьевич, продолжайте. Значит, вот здесь как раз вот то, что, скажем, стерлить стала стоить 4572 рубля. Мне-то как раз хотелось бы предупредить именно рыболовов настоящих, да, не браконьеров, про браконьеров мы не говорим, потому что, скажем, с 1 ноября на территории Кировской области сейчас запрещена добыча стерлить. Вообще. Она запрещена вообще. И поэтому, если рыбак поймал стерлить даже на удочку или там на мормышку, он обязан ее отпустить. Если он будет задержан инспектором рыбоохраны, то будет платить за эту стерлить в двойном размере. То есть 9 тысяч рублей. Потому что в запрещенный период. В запрещенный период, да. Сколько продается в запрещенный период? До 14 апреля. А там уже и не рез. А там все. До 10 июня. То есть, фактически, да, по 10 июня, с 11 июня по 1 ноября ее ловить можно. Тогда можно сказать-то, наверное, по-другому немножко. Стерлить в Кировской области можно ловить с 14 июня с 11 июня по 1 октября. Вот это разрешенный. 1 ноября. Я это и сказал, что это разрешенный срок. Но, кроме всего, вот Василий правильно сказал, что есть еще промысловые размеры этой стерлили. И даже в тот период, когда человек ловит на удочку, нельзя ловить стерлить менее 42 сантиметров. Кроме того, значит, с этого года вступили в норму, ой, в действие. Вступили в силу в действие, да. Это суточная норма, которая говорит 5 килограмм в сутки на одного дыбалова. Более нельзя. Это, Игорь Ильич, любой рыбы всего 5 килограмм. Всего. Нет, нет, нет. Но там есть такие уточнения. Значит, по стерлили, да. По стерлили, сказано, не более двух штук. И то же самое по судаку. Да. То есть, судаков мы тоже можем поймать не более двух штук. Абсолютно верно, да. И по ракам 50 штук раков. Ну, у нас... Ну, рак это отдельные стихи. Да, у нас... Нет, ну, во-первых, у нас это как бы не распространено. А в Самаре, кстати, вот там раков очень много. И там это основное. Да, то есть, мы говорим о том, что даже нормальный рыбак-любитель, который старается не нарушать закон, да, и правила рыболовства, он может попасть вот именно под действие этого закона. Поэтому, друзья, я еще раз подчеркну, закон нужно знать. Вот лучше всего его прочитать, для себя сделать выписки какие-то. Если вы, не знаю, там ловите на спиннинг, да, там, ну, запишите ваши трофеи, которые могут быть потенциальными. И соблюдайте уже там, будете понимать, сколько вам можно там поймать судаков, щуки и окуня. А окунь, кстати, по-моему, не регламентируется, да? Окунь нет. То есть, 5 килограмм окуня абсолютно любого размера мы можем поймать. Да. Верно, да? Конечно. По-моему, там точно так же плотва у нас. Плотва. Вот. А у меня был вопрос. Да. Елец. А вот елец, по-моему, и размер есть, да? Минимальный размер ельца. Ну, смотри, по-моему, вот есть там, да? 15 сантиметров. Чем шум? Давайте не все только разом. Так у нас перемещательные елец. Ну, вроде бы, не правы слова. Нет, правила не мы понимали, да? То есть, они все-таки утверждены приказом Россельхоз... Ой, федерального агентства по рыболовству, да? Вот. Откуда берут там, скажем, вот именно такие размеры? У нас стерлить... Ой, говорю, стерлить. Чихонь тоже 28. Чихонь 28. 28 сантиметров. А все говорят, что у нас такое не поймает. Есть ли ее? Она такая есть, но на самом деле 28. И с учетом того, что еще, друзья, подчеркну, рыбу нужно правильно измерять. Не по хвосту, вот так вот, не по окончании хвоста, а по окончании чешуйки последней. А, понятно. Основание хвоста, да? Да, до основания хвоста. В правилах там четко сказано, как осетровые измеряются, и как измеряется обычно рыба. Там от рыба до середины хвоста, либо... То есть, в правилах... Я всегда... Они целиком хвост до конца разомеряются. Нет. До луча. До луча. То есть, надо тогда об этом играть, что ли? До луча. Нет. Ну, здесь... Вы знаете, настоящий рыбак, он когда поймает стереть, он сразу определит, что она промыслового размера, либо нет. Это же классный лосномет, он уже, да? Ну, естественно, он же прекрасно понимает, какого она размера. То есть, должна быть половозрелая. Чихонь 28 сантиметров, я скажу, такая уже хорошенькая сабля, такая ого-го, но вот тем не менее... Толстенькая техника. Да. Дальше у нас возникает следующий вопрос. А, ну вот перед тем, как его задам, спрошу, берша у нас по-прежнему в Красной книге, Краснокнижный вообще запрещен. Краснокнижный. Я не знаю, откуда он там взялся, зашел... Штатарин. Вот, да, там поднялся. Вот, ну, его реально было очень много. Я знаю... Красная книга-то Кировской области, да? Да. Красная книга Кировской области. Потому что мы же говорили о рыбалке на Камском устье. Там-то можно. Там берша можно ловить, да, но там тоже есть определенный размер, 25 сантиметров. Я могу судить только по ценам, да, возмещений. Допустим, у нас, вот про берша мы заговорили, вот, поскольку его было мало, и он занесел в Красную книгу, то при задержании браконьера он выплачивал 3 тысячи рублей за одну рыбку, да, то есть за берша. А, скажем, в Чебоксарах ее ловить можно было, и он 40 рублей всего по их ставкам. Но сейчас в Татарстане, если память не изменяет, берш меньше 25 сантиметров, по-моему, 700 рублей. Ну, сейчас, наверное... Как-то вот так. Нет, сейчас, наверное, все это в связи с принятием российским правительством постановления. Вот, из этого всего вытекает резонный вопрос, который меня попросили задать рыболовы, да, там, страждущие, желающие знать. Я сегодня буду участвовать вот в такой передаче. Что делать с рыбой, которая при поклевке, вываживании получила травмы, несовместимые с жизнью, но она меньше разрешенного размера? Выкидывать? То есть до юра ты подпадаешь под действие закона, да? Ты нарушитель. Вот реально, вот эти вот мелкие шнурки, у нас щука там, по-моему, 32 сантиметра, там разрешенный размер. Ну, вот реально, вот эти шнурки, особенно весной, когда выходят они на какой-то мелководье, их там скапливается огромнейшее количество, они очень жадные, они хотят кушать. И там вот эти же вертушки, воблеры, они просто там, ну, в жабры заглатывают, и снять ее, к сожалению, с крючка, не повредив, невозможно. То есть она реально там начинает кровить, и все оставшееся. Что делать с этой рыбой? Пропускать воду. Пропускать воду. Нет, понимаете, вот я просто что хочу, что хочу пояснить, да? Во-первых, во-первых, мы говорим, закон предусматривает рыбу менее промыслового размера, да? Вот. Если задерживают рыбака с рыбой менее промыслового размера, уже никакие объяснения не принимаются. Почему? Потому что, да, нет, я объяснил, что по закону, да, то есть, что по закону Верховный суд разъяснял, что состав вот данного административного нарушения нашего 8.37, как мы говорим, статья, оно является в самом нарушении правил рыболовства, а не к тому там, что идет как бы дальше, да? Вот. У нас же сколько случаев, когда инспектора задерживают, скажем, есть статья 16, запрещено иметь в лодке либо запрещенное орудие лова, да, либо рыбу, там, водные биоресурсы, вылов которых в данный период и в данное время запрещен. Ведь по сетям всегда как объясняют. Я нашел их на том берегу, я везу там вам их, но мы же не принимаем эти объяснения, да? То есть, мы берем, их взимаем, составляем протокол. Ну, а дальше будет разбираться суд. А дальше уже нет, он обжалует в судах, но еще ни одно наше постановление суд не отменил, будем так говорить, да? Потому что нарушение правил рыболовства есть. Потом ведь есть, скажем, вот ловят промысловые бригады, да? Там ведь то же самое у них, скажем, есть запрещенные водные биоресурсы, да, которые у них там, если он ловит неводом, разрешается прилов там не более 10%, да? Либо там, Прилов не более 10%? Ну, тонну он выловил, из них 10%. А, плюс-минус. Да, плюс-минус. Там же всякая рыба. Заврещенных равных рыболов. То есть, если, скажем, сказано в правилах рыболовства, да, если промысловик поймал запрещенные орудия водной биоресурсы, и там сказано, он обязан отпустить их, выпустить их в воду, независимо от их состояния. Вот, вот здесь, на самом деле, то есть, сам факт. Сам факт. Надо отместить. Здесь, на самом деле, встает вот такой резонный вопрос, опять же, ну, вот, являясь там, непосредственно, там, рыболовом, да, участвуя там в различных соревнованиях, но вот я и мои товарищи, мы рыбу отпускаем. Ну, в принципе, любую. Там, вне зависимости, разрешенный большой трофей, еще приятнее отпускать, на самом деле. Ну, вот, например, тот же судак, поднятый даже с глубины, там, пускай, 5-7 метров, если это было такое достаточно силовое вываживание, он себя чувствует не очень хорошо. Ну, это да, это было слабое. И вот отпустить такого судака, возможно, только в одном единственном случае, если рыболов знает, как правильно его проколоть. То есть, имеет специальную там иголочку, чтобы спустить вот этот лишний воздух, который у него образовался. Из-за воздушного пузыря. Декомпрессии, чтобы у него не было, вот устранить вот это, тогда он себя чувствует нормально, он реально может уйти. Я просто боюсь, что данные правила, они приведут к чему. Ну, вот мы сейчас рассматривали, там, на примере Татарстана. Туда же едут, там, какие-то несметные полчаса рыболовов, и там, реально, там, тысячи людей на льду. Правильно. Основная рыбалка там, это глубины больше 10 метров. Самое, что интересно, я посмотрел, зимовальные ямы, вот там, и у них там нельзя ловить на Волге, то есть, вот от Лобача и вверх до Казани, там, вот это место запрещено. И где-то ниже, то есть, все само вот это вот водохранилище, оно разрешено абсолютно к рыбалке. Вот. И там огромные глубины, рыбалка не запрещена, соответственно, рыболовы как ехали, так и будут ехать. То есть, на совести каждого остается, как они там будут с этой рыбой поступать. Кто-то там будет придерживаться этих норм, кто-то будет наверняка ловить сверх нормы таким ай-яй-яй. Вот. Но, тем не менее, большинство рыболовов, я думаю, что будут поступать следующим образом. Бац, поклевка, вот он достает, там с глубины 15-16 метров, он не знает, что это за рыба, но взвесить невозможно, изменить невозможно. Ну, не может определить параметры. Все, на месте. Он ее достает, соответственно, там, не знаю, берет линейку, либо какие-то у него там будут маркеры уже, там, прикладывает этого берша, смотрит, что он 23 сантиметра, разрешенная 25, он просто снимает и выкидывает его в снег. Я боюсь, что это приведет к тому, что весной, когда начнется таяние льда, там будут горы вот этой, извиняюсь, тухлые рыбы. Реально. То есть, мы не спасем. Мы вот, ну, в какой-то мере, ну, может быть, чуть-чуть, мы сможем снизить выбивание вот этой мелочи. Но, к сожалению, вот основная проблема не уйдет. Она никуда не денется. То есть, рыболов, как ловил, так и будет ловить. Он просто сейчас будет говорить, да нафиг я его буду брать, мне сейчас за него тысячу рублей насчитают, да я вот в снег кину его, и все. Ну, в снег это не самое страшное. Но рыба, к сожалению, умрет. Это и бы умрет. Нет, мы здесь говорим, ведь почему, скажем, вот этот вот, сам это наболевший вопрос. Целесообразность-то, вот. Целесообразность, самый наболевший вопрос. То есть, раньше-то ее там сложат, мешок и съест. Ну, вопрос, это был, какой-то, основной, может быть, из чего исходил законодатель, принимая данную норму. Он исходил из того, что необходимо все-таки, ну, определенными законодательными методами перевоспитывать восприятие, формировать культуру рыболовства, рыбалки. Определенные требования вводить, да. Безусловно, страна у нас большая, и территории разные, и условия везде отличаются. Здесь, наверное, было бы очень разумным, правильным посмотреть, ну, короткий период понаблюдать за тем, что у нас получилось. Вот эти риски мы уже видим сегодня, что они существуют, от этого никуда не денешься. Ну, наверное, в этой конкретной ситуации, на этом водоеме, посмотреть, и, возможно, раз он социально востребованный, такое большое количество рыбаков, ежегодно туда приезжает. Ну, таких водоемов, на самом деле, очень много. Ну, их достаточно. Их же все знают, эти водоемы. То есть, у нас в правилах рыболовства написано, что есть запретные места, зимовальные ямы определены, например, да. Почему туда не внести такие водоемы, не сказать, что там есть исключение из правил. Ну, потому что, на самом деле, мы все понимаем, что зимой невозможно определить подо льдом, какую ты рыбу поймал, а так уж складывается, что когда ты ее поднимаешь на поверхность, она там уже все равно погибнет. Но здесь закон мы видим, очевидно, что он в этой ситуации не в полной мере работает, и не эту цель, безусловно, законодатель преследует. Но вопрос-то в том, что, как Игорь Юрьевич абсолютно правильно сказал, закон такой, он написан так, как есть, и чтобы нам не перейти в категорию нарушителей, нам надо его совместно модернизировать, скажем так, совершенствовать. А для этого уже, ну, использовать, опять же, механизмы и рычаги, доступные в правом у нас государстве. Я думаю, что у нас большое количество и депутатов, и областного уровня, законодательного собрания, и государственного думи, они точно такие же рыболовы, они эту ситуацию понимают. Здесь необходимо внести поправки, и не затягивать с этим. Может быть, как раз вот с научным, и с представителем федерального исполнительного власти, представителями их сформировать, вот эти вот внесения изменений. Потому что такая ситуация, она, конечно, крупто замкнутая у нас на сегодняшний день. Хотели как лучше, а получилось, но вот как получилось, это совсем правильно. Нет, здесь, понимаете, вот мы обсуждаем, была такая поговорка, да, закон суров, но он закон. Ну, почему была, она оставила. Нет, я имею в виду, да, то есть, вот всегда в теории, юриспруденции, там всегда говорят так, что любой закон, он уже не равен, да, потому что мы сами все разные люди, у нас, скажем, даже если говорить об этих же правилах рыболовства, да, то, скажем, у нас, скажем, ну, какая разница, вот у нас, допустим, они у нас не такие, как у нас у коллег в Татарстане, они же отличаются. А если взять Башкирию, допустим, там вообще целые реки закрытые, в том числе и Белая. Закрытые? Вообще. Вообще. И вот это правильно, на самом деле. Вообще. Мое мнение, по крайней мере. Поэтому мы как бы говорим... На определенный срок закрытый, то есть до какого-то... Вообще запрещен вылов. Ну, тут смысл-то в том, что если вот фактически мы там понимаем, что зимой мы не можем обеспечить контроль, не достигая закон, те цели, на которые он был направлен, так может быть и правильнее вести речь-то о том, что необходимо там пересматривать, даже может быть и совсем закрыть. Почему мы там, я не знаю, тысячи рыбаков там в разряд браконьеров переводим, принятием этих решений, ну, наверное, не совсем верно. Но теоретически это вот оно... К этому и привело. К этому и привело. То есть мы, конечно, в нем там закон суров, но закон закон, но здравый смысл-то и тоже должен присутствовать. Тогда у нас встает еще один такой вопрос. Не секрет, что вот мы, например, компания «Арсенал» проводим рыболовный турнир, трофеевые, как регламентируется на турнире улов рыболовов. То есть у нас как проходит? То есть команда из двух человек в течение двух дней ловит рыбу. Понятно, что у нас там прописан минимальный размер, и он составляет тот, который у нас есть в законе. И опирается на закон. Меньше ловить они точно рыбу не будут, мы ее просто не примем к зачету. Это вот вообще 100%. Рыболовы все с головой, они ее отпускают. Но тем не менее, общие, ну, скажем так, у нас результаты считаются по общему весу. В рамках закона я сейчас понимаю, что команда может поймать не больше 10 килограмм в день. Ну да. Как? За редкое исключение. Вот как? У нас должна победить команда, которая привезет больше всего рыбы, а там бывают уловы, и по 15 килограмм в день они ловят. Василий, не дядь правила, кто первым 10 килограмм, а кто первым 10 килограмм. В старых редакциях правил было указано, что спортивные соревнования не попадают под нормы вылова. Нет, я не знаю, в каких правилах. От 2003 года. От 2003 года это правила были незаконные, а потому что не были отменены правила, значит, сейчас скажу, советского периода. И в Федерации спортивного рыболовства, задавая этот вопрос, они сказали, что наши соревнования не попадают под регламент вот этих правил. Вот я сейчас хочу узнать из первых. Кто прав? Да. И как вообще дальше будут проходить эти соревнования, вообще брать не только наш регион, а этих турниров же огромное. Везде проводятся. Их куча проводится. Нет, вот я могу сказать, допустим, ведь есть разные соревнования. Скажем, в Татарстане они проводят на самую большую рыбу, кто на спиннинг ловит. Вот были соревнования спиннингистов, они проводили все российские. Но я в них участвовал, там общий вес улован небольшая рыба. Нет, я просто посмотрел номинацию, когда там все это глядали. Да, то есть, нет, в тот период они платили, сами выплачивали призы, скажем, команде Ульяновска за самую большую рыбу первое место 100 тысяч. За второе время место 70 и третье место 50. Но мы в этом году 30 выиграли. Да. За самого крупного сына. Там они проводили специально под эгидой федерального агентства, поэтому там были вот такие. Но тем не менее, у нас сейчас проводится там турнир вот наш, трофеевятки, есть тотальный спиннинг, это Татарстан, есть проангерслиг, самый крупный в России, наверное, даже один из крупнейших в Европе турниров, который проходит у нас. Он проходит в три этапа на трех различных водоемах. Я отлично знаю там спортсменов, это именно профессиональные рыболовы, профессиональные спортсмены. Уловы там составляют по 30-40 килограмм в день на команду. То есть, как это будет регламентироваться, понятно, что в них... Вот рыбнадзор-то узнал. Нет, здесь ведь, понимаете, они, что в Татарстане, что там, скажем, в любой другой республике, там всегда проводятся под эгидой рыбнадзора, то есть, там всегда участвуют люди, которые в рыбохране. То есть, если у кого-то возникает это всегда. У нас тоже на турнире всегда присутствуют. Если возникает идея замутить, что называется, новый турнир, ты пойди в рыбоохрану, ты посоветуйся. они обязаны в эпидуле сообщить. Игорь Шиканин говорит о том, что инспектор рыбоохраны там присутствует на этом мероприятии, но в этом случае Василий там задает простой вопрос, а как быть, если команда привезла на финиш 20 килограмм? Здесь еще, опять же, вопрос. Будет нарушение это или нет? У нас в нашем турнире тоже есть такая статья и повышающая коэффициент за живую рыбу. То есть мы, по идее, стараемся рыбу отпускать. То есть когда у команды бокс есть с водой, да? Например, в тот же Proanglers League у них вообще только живая рыба. Но по правилам спортивного рыболовства, федерации рыболовства, живой считается рыба, минимально подающая признаки жизни. То есть если она шевелит жабрами и двигает плавничками, она считается живой. Но у нее там хвост-то деревенел уже, то есть она тоже точно никуда не уплывет. И это может быть рыбина там и на 5, и на 10 килограмм. Но она считается живой. Вопрос-то опять тот же самый. Решение совершенствования законодательства. Вопрос-то же самый. То есть, главный судья соревнований принимает эту рыбу как живую, фиксирует это в протоколе. После этого он отдает ее обратно участникам. В их распоряжении они, по идее, должны пойти и просто выкинуть ее. Фактически только выкинуть останется. Я вот только все-таки в утрене это за то, что Игорь понимаете, вот мы как бы начинаем смешивать понятия. То есть, проводится спортивное соревнование. Есть статья 29 правил. Там запрещено какие орудия при спортивном ременовании. У нас только спиннинг. Ну вот мы берем по спиннингу. Возвращаемся снова к этой теме. То есть, что там можно. То есть, орудия запрещенные есть. которые указаны да. А где указано сколько выловлется при спортивных соревнованиях. Вот. Вот только в этом. Я почему не верю, что это же проводится под эгидой там, скажем, у вас союз спиннингистов допустим, или как он назывался. Рыбоохрана она здесь же присутствует. Если нет никаких нарушений, это ведь каждый конкретный случай. Ну, то есть, каждый конкретный случай, естественно. я почему не сказал, что ведь есть разные номинации. Кто-то ведь соревнования проводят, поймал, выпустил. Тут же взвесили, там сама поймал, вот у нее первое место взяли и отпустили. Есть, проводятся там, скажем, кто поймал больше, да, разные тоже. Соревнования тоже бывают разные, но самое-то главное везде сказано. Нет нарушения правил рыболовства и вопросов. Я прошу прощения, настало время нам сделать небольшую рекламную паузу, да, буквально полторы минуты и мы продолжим программу «Трофей рыбалка». Продолжается программа «Трофей рыбалка», девиз нашей передачи «Без движения нет ужения», и мы двигаемся дальше. Напоминаю, что у нас в студии Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, Игорь Елопашев, так, если кратко, начальник рыбоохраны нашего региона, и Тимур Абашев, замминистра охраны окружающей среды, главный государственный инспектор по охране окружающей среды и Тимур хотел вот как раз добавление сделать. Да, друзья, маленькое, наверное, дополнение. Вот если посмотреть запрет, чем у нас установлен, установлен правилами рыболовства, да, и эти правила, как Игорь Юрьевич правильно, в общем-то, начал говорить, они касаются осуществления любительского рыболовства. И вот если мы смотрим, то здесь конкретно по суточному запрету указано, что за исключением случая, там, если установлен запрет на добычу водных биоресурсов, а также, значит, а также, также при осуществлении любительского рыболовства. То есть этот запрет действует именно, видимо, по норме законодательства при осуществлении любительской рыбалки. На спортивных соревнованиях этот норматив, он в силу закона прямого не распространяется, поэтому, наверное, регламентируется только уже правилами проведения турника. И конкретных соревнований. Спасибо. Это всегда. Дальше, перед эфиром, мы здесь немножко тоже уже пообщались. Сейчас у нас коснется изменения и нерестового запрета. То есть, если раньше он у нас был с момента распаления льда по 10 июня, то сейчас будет он у нас с 1 мая по 10 июня верный. Ну, вот, примите... Это новшество. Это новшество, да. Нет, это не новшество. Это действовало в советских правилах, они действовали до 2009 года. Потом это поменяли. Потом почему-то кто-то вдруг не думал. В чем разница? Вот поясните людям. В моменте ухода, да. Вот раньше вот лед ушел, вскрылся и все, рыбачить нельзя. Ну, на удочку с поплавком можно. Можно. Оснащенную, по-моему, двумя... Не более, не более, чем двумя крючками. А сейчас с 1 мая, да? А сейчас с 1 мая. Ну, пока это не принято, но тем не менее... Проект пока еще, да? Ну, проект это вот... Почему мы, скажем, выходили в несение этих изменений? Потому что в нерез наступает уголовная ответственность. Да? То есть, а как меня учили, уголовная ответственность, да, уголовный кодекс, он должен быть очень четкий, да? Поскольку там рекламентированы датами. Он должен быть регламентирован очень четко, да? То есть, как, скажем, мы же не гадаем, что, скажем, в Кировской области там ночное время это с 12 до 6, да? Потому что, если сказано в уголовном процессе... Ну, я понимаю, что... сказано ночное время везде, там, с 23 до 6 утра. И здесь должно быть, что нерез начинается с 1 мая, да? И все знают. Потому что понятие распадения льда, оно очень такое... Очень размытое. У нас в прошлом году как раз в 1 мая еще льд-то начал распадение. Внизу их еще нет, там, и так далее. Или наоборот, вернее. Ну, у нас есть реки, которые, в принципе-то, очень плохо замерзают. Там взять тут же, например, Немду, да? Она там в марте уже кичет. А возьмем водоем в Белых и Луни. Там еще 9 мая на льду дебатят. Там еще на льду уходят, да, 9 мая. Да, и то есть, и как он? Он бракодет или не бракодет, да? Если лед не распадился. Ясно. А тут... Поэтому должно быть четко с 1 мая. Тем более, видите, как бы... Все равно раньше наука, она была наукой. Да? То есть, это прежде чем что-то принять, всегда очень долго изучали. Там делался анализ, допустим, почему правила 58-го года и действовали столько лет, да, до 2009-го. Потому что там были понятия... Серьезно проработанная была. Конечно. Конечно. То есть, сказано с 7 годами, там, скажем, при спортивном любительском водоболоске, можно там что-то применять, нельзя, да? То есть, а там сказано четко, спортивная любительская осуществляется на удочку, либо спиннинг, спиннинг и все. И никто не рассуждал, там, вот на перетяге, сколько на ней крючков, там, было просто запрещено ловить перетягой, да? И рыбы было много. И сейчас у нас, кстати, запрещено ловить перетягой. Сейчас, если менее... Ой, 10 крючков, не более 10, можно. То есть, у нас, в принципе, разрешили всем, да? То есть, резинка, это тоже там, да? Вот они сейчас... Почему сейчас, скажем, вот я ездил, был научно-промысловный совет, они снова в номер, вносят изменения в правила, хотят внести, я имею в виду, чтобы запретить те орудия лова, которые могут ловить рыбу без участия рыболова. Да? Удочка и спиннинг ловит сам рыболов. Да. Когда мы ставим крючки, то рыба попадается сама. Без контроля. Без контроля. Без промысел. Это уже промысел. Самый промысел, да? То есть, там реально уже, да, у нас, причем, вот мы прожирлицы, зимние разговаривали, да, у нас есть тоже строго регламентированное количество зимних жерлиц на человека. Десять, да? То есть, когда приезжаешь на водоем и видишь, что там команда из трех человек выставляет сто жерлиц, ну, это браконьеры. Вот по мне браконьеры, потому что это реально... А как наказывать, кстати? Как наказывать? Штраф точно так же. Согласно новых правил, эти ребята получат штрафы, причем не маленькие уже. Они уже в ноябре пять человек задержали в Яранске на пруду. Да? Допустим. А в белой клубе... Какова сумма у трофей, Грючка? От двух до пяти тысяч. От двух до пяти, на одного человека. Ну, на одного. Если ты превысил разрешенное количество жерлиц, то все. Нет. Если протокол составили, то, да, за превышение. Но там есть еще другие моменты, там и щуки маленькие. Щуки-то считаются? Считаются. Грючка, это уже дополнительный состав уже идет. Дополнительно к этому пойдет. То есть... И вот насколько может такой вот недобросовестный рыболов, насколько может залететь там в выходные? Ну, вот, давайте посчитаем, да? Скажем, по белой холунице мы задержали с превышением жерлиц, у него была двадцать одна щука. Тогда это стоило двести пятьдесят рублей. Сейчас... Еще раз. До... Ну, вот до ступления. А, в прошлый раз. Вот умножьте двадцать одну щуку на двести пятьдесят рублей. А если сейчас умножить это все на тысячу, а если сейчас все это на тысячу умножить, то двадцать одну тысячу заплатят. Не, ну вот, по ценам, да, вот в прошлом году там задерживали двух браконьеров, там, скажем, со скерлигью, да? У них ущерб тогда был вот по старым таксам четыреста двадцать рублей, да? На восемьдесят девять тысяч по-моему, пятьсот рублей, если бы я память не... Ну, восемьдесят девять тысяч. А тут восемьсот девянос. Но сейчас у него там получилось бы два миллиона. Два миллиона. С учетом запретного срока. Конечно. Сейчас бы это было два миллиона. Это очень серьезное наказание. Это серьезнейшее наказание. Вот, да, я хочу к этому как раз вот сейчас зацепиться. Василий сказал, приезжаешь на водоем и видишь, что, ну, явно вот не соблюдают правила. А что делать нормальному, добропорядочному рыбаку в этой ситуации? Либо связываться с рыбой ходаной либо вызывать милицию? Вызываем полицию. Полиция, она не имеет права оберзанной в сети. Конечно. Любой сотрудник полиции. Я честно скажу, я лично вызывал полицию на водоем, когда мы встретили товарищей, которые осуществляли лов сетями. Причем на все наши уговоры не ставить эти сети. Сначала на нормальные... Причем так бесцеремонно это все делали. На все оставшиеся, да. То есть они сказали, да вроде бы идите вы лесом. Куда шли, туда шли. Мы здесь ставили 10 лет и будем продолжать. Это конкретно касается там Петровской Старицы, там бич, наверное, такой. На что мы сказали, ну хорошо, ребята, что. И приехали, собственно. Сделали звонок. Приехали сотрудники. Мы их встретили там у узкого места, проводили их туда. Они к ним подошли, доступно им все объяснили. Те смотали сети и ушли. Ну я не знаю, чем там закончилось, но они сидели там, подписывали бумажки. Так что... Я думаю, что предупредительного воздуха не было. Протокол там составили. Нет, но тем не менее. То есть такая штука существует. Это, конечно, не шуткино. У нас запрещен лов сетями в принципе вообще. У нас запрещен лов всякими вот этими экранами и всем-всем-всем, да? То есть зимой ведь тоже... Да, вот если пройтись еще по степень снастям для зимней рыболки, что еще поддумать? Ну, то есть сетями ловить сетями. Все сетные... Все производные вот... Я встречал рыболов, которые... Ну вот я вижу, что он там ставит экран, и я подхожу и говорю, ты вот зачем это делаешь? Я живца ловлю. Я говорю, ну хорошо, ты там ловишь живца. А зачем у тебя там 20 штук их стоит? У нас, кстати, там живец тоже ломентирован. Там 30 штук, по-моему, можно, да, там на человека. А что считается, живцом там тоже параметры есть? И живец там не должен быть ценных пород рыб. Ну, то есть там какой-нибудь, не знаю, там ельца, вот нельзя на живца ставить. Крошечная стерлядочка тоже не может уметь. Ну, стерлить точно никто не будет. Стерлить точно нет. Вот. Вот там, тем не менее, тоже имейте в виду. В основном живцы, это та, те вот биодесурсы, да, как мы говорим, размер которых не установлен. То есть карася... Ну, вот в белой холлице, опять пример приведу, да, туда почему-то все время приезжает Самутинска. Но у них там где-то на очистных, видимо, очень много карася. И они во флягах привозят маленького карася на белую холлицу, делают живца вот на эти же лица, а щука она карася очень любит. Маленькая. И вот они наставят и вот вылавливают то, что я говорю. Вот эти шнурят маленькие. Огромное количество вылавливается. Вот. Дальше вопрос такой, но он всегда был камнем преткновения. Вот есть у нас нерестовый запрет. По нему у нас разрешена ловля над берегом, поплавочной удочкой, оснащенной там не более двух крючков там на человека. Спиннингом ловить нельзя. Нет. И не более... И причем вне мест нереста. Ну, вне мест нереста, да. Спиннингом ловить нельзя донной снастью. Ну, то есть вот тот же фидер там и все оставшиеся тоже. Нет, там уже сказано двухпоплавковых или донной удочки. Вот, то есть... А удочка донная с поплавком. Вот. Очень часто, например, многие... Это можно или нет? Нет. Ну, многие говорят, я вот там ловлю на спиннинг, да, а чем, говорит, мой спиннинг там будет отличаться от поплавочной удочки или там от той же донной удочки. То есть сейчас есть съедобная резина, там все что угодно. ну, то есть такие там начинают искать какие-то пути. Ну, понятно. Лазеечки. Вот лазеечки, да, из этого. То есть говорят, вот у меня там есть грузик, да, там разнесенная оснастка на спиннинге, вот я точно так же кладу на дно, вот там по дну там тащу, да, все, и у меня там рыба клюет. Чем отличается от донки? Ну, вот такой... Нет, ну, опять вопрос. Нет, сокол. Любая удочка, да, то есть вот мы берем поплавочную там... И гоним поближе. Да, донная, она же тоже с поплавком, да? Поплавок-то он же остается наверху, просто под дну выкладывается. Ну, не все, но... Ну, там в любом случае присутствует наживка, да? Используется голод рыбы, да? Да, и на спиннинге присутствует наживка. Нет, здесь... Силопная резина. Нет, здесь спиннинги присутствуют, они используют хищное качество рыбы. Ну, голод нет. Силопную же зиму окунь бежит. Вот. Я потом... Нет, я просто почему... Я привожу как пример, да? То есть вот сказано, что должна быть удочка, да? Знаете, должна быть удочка. Почему я так считаю? Вот, скажем, очень много лет в Нерест, именно в Нерест, Белой Холунице, там получили... Багрят леща. Да. Да. То это один... Да, и мы не могли это прекратить, пока в этом году не возбудили четыре уголовных дела. Ага. Да? Потому что это запрещенное орудие лова. Ну, там лещ... Лещ приходит, поднимается. Там суть в чем, он поднимается. У плотинки встает. А плотину-то он же не может впрут-то выйти. И мы вот уже два года подряд там договаривались. То есть там рыба кишит им, да? Но там огромная стая леща собирается. Она же в стае поднимается в Нерест, и она упирается в плотину, а там такая, как чаша бетонная у плотины имеет свинку. То есть ты, подматывая приманку, ты неизбежно зацепляешь, да? Ну, там... Нет, они прямо берут... Там же делают тройнички... Тройником за живот. А, абсолютно без приманки даже. Никакой приманки там нет. Там прямо кидают... То есть варварский такой способ. Варварский. Очень. Багрения это вообще... И зовут их там живодёдами. Вообще это просто, не знаю, нормальный рыболов так ловить не будет. Не будет. Вот. Но тем не менее, тут вот опять же, да, там встают вопросы, многие там задают. А нельзя вот сделать поправки-то, да, что, например, там, спиннингом ловить можно, но... В Девистовом периоде. Ну, да, в определённых там отведённых каких-то местах, которые можно регламентировать, только по принципу, например, поймал, отпусти. Ну, то есть реально там спиннингисту до 10 июня там сидеть. Просто это к тому, что, к примеру, вот я стою на берегу реки, там, пускай Вятка где-нибудь, со спиннингом, там, 3 мая. То есть вот я браконьер, считается, уже. Да, нарушитель. Не браконьер, а нарушитель. Подоил рыболовство. Смотря, что поймаешь там. Да, ну, например, всё, а рядом, рядом со мной стоит, например, местный рыболов, то есть я всю рыбу отпускаю, а рядом стоит местный рыболов, который ловит на удочку и всю рыбу забирает. Вот ему это можно делать, а мне нет. Он там, к примеру, ловит там головля, с которого, не знаю, течёт икра и молоки, да, там, сорогу, которая вся шершавая, там, тех же там лещей, подлещиков, чихонь там, чего угодно. То есть вот он ловит, ему можно, я ловлю, мне нельзя. Потому что ему разрешил закон. Вот. Да? У нас просто нет, он может его и усовершенствовать. Да, вот как-то бы, возможно, вот это вот. Нет, я считаю, что здесь необходимости нет. Усовершенствование. Просто спиннингисты, вот моё, опять же, мнение, насколько я вот знаю, большинство, да, людей, это такие люди, которые реально, ну, вот сейчас в большинстве своём рыбу отпускают. Вот это, во-первых. Во-вторых, очень ревностно относятся к сетям по одной простой причине, потому что при звонке, мешает ловить. Стоят ого-го, и реально спиннингисты, это, наверное, одна из таких групп рыболовов, которые большинство сетей-то и достают, да, и там режут, и выкидывают, и сжигаем, и всё что угодно. Спинг, это такое удовольствие. Хороший спиннинг, это очень дорогой удовольствие. И, не знаю, там, сообщат, подадут сигнал, сами там сжигают. Да, скажем так. То есть, это, как правило, люди, которые могут себе позволить эту рыбалку, да, соответственно, они там, ну, достаточно обеспеченные, да, и вот они с головой подходят к этому. Я понимаю, что у нас есть закон, который это всё регламентирует, но, тем не менее, вот это просто моё предложение. С точки зрения, это именно по востребованности введения этих ограничений, то вот там их обосновывали же когда-то, да, то, что только вот, или, может, тогда спиннингов там не были распространены в 58-м году. Да, да, да. Может быть, ведь это, и эта история здесь отчасти, и тогда такой проблемы-то просто, в принципе, не существовало. Я думаю, что нет. Вот спиннинг, он в России, он как бы распространён очень сильно, да, то есть, фактически федерация спиннингистов есть в каждом регионе. Местное отделение не по одной. Да, конечно. Но я всё-таки считаю, что, скажем, не разрешают в ней словлю на спиннинг, потому что это рекомендации именно научных организаций дубоводных, имеется в виду вот эти государственные научно-исследовательские институты озёрного и речного хозяйства. То есть, они всё равно всё это как-то обосновывают, и поэтому это не принимается. Ну, у нас, конечно, по большому счёту, да. Ну, по большому счёту, тогда давайте разрешим ловить ей на перетягу. Ну, поставил парень ее. Нет, он ловит и выпускает, он ловит и выпускает. Пусть приехали, а он инспектору говорит, да я, понимаете, ловлю и выпускаю. Вот на удочку стоит. С перетягой, я думаю, что мало кто будет. Вопрос, что, может быть, и тогда удочку-то не надо разрешать. Нет, я всё-таки считаю, что настоящие рыболовы-любители вот этот нерестовый запрет 40 дней, они потерпеть могут. Порыбачат в ванной. Порыбачат? Да абсолютно нет. Ну, хватит. На это есть у нас платный подоём. Ну, планики, естественно, да. Конечно. Можно ловить, конечно, да. Которая, может быть, скоро закроется. У нас 7 минут просто остаётся. Может, мы ещё о каких-то очень важных новшествах забыли, Василий? То есть поговорили, что про это предусматривается увеличение суммы, сроки новые. Основные новшества были вот эти, да. Ещё хотел как раз вот уточнить. У нас есть понятие норма вылова, а есть ли у нас понятие норма вывоза? То есть, например, в Татарстане вот сейчас у них есть, да, норма вылова 5 килограмм, норма вывоза 10, вне зависимости от проведённого на реке времени. То есть, если меня там на посту где-то, например, остановит там сотрудник ДПС, да, попросит открыть багажник, я открываю, у меня там лежит 30 килограмм рыбы, а я ему говорю, вы знаете, я там 2 недели на реке, ему как бы будет всё равно. То есть я могу вывезти 10 килограмм, не больше, рыбы разрешённого размера. У нас это регламентируется? Или вот здесь могут быть ситуации, да, вот я иду на лодке, у меня там лежит 30 килограмм рыбы, инспектор ко мне подходит, добрый день, добрый день, ой, смотрите-ка, у вас 30 килограмм рыбы, а можно 5, а я ему говорю, вы знаете, третью неделю здесь. Нет, во-первых, я не могу комментировать этот закон, поскольку я не знаю, о чём в нём говорится и какую рыбу запрещено вывозить. Вы имеем в виду татарский закон? Я имею в виду татарский закон. Нет, у нас вот нет. Нет, у нас в Кирове есть только одна норма, да, должен быть санитарная. Почему? У нас же дежурят на посту ГИБДД санитары, да, и они задерживают, если там, скажем, в багажнике рыба живая, ну, была, да, свежая, должно быть санитарное свидетельство. Если его нет, они составляют протокол. Зависит у вас какой объём. Здесь ведь объёмов здесь нет. Здесь есть объём, либо есть свидетельство, либо его нет. Вот и всё. А потом объём. А где взять свидетельство? Обычному рыбалку, который поехал в рыбалку. Ну, тут какая-то норма, да. То есть, вот мы, например, с друзьями реально уезжаем, бывает, на рыбалку, там, на неделю. Нет, понимаете, в чём всё дело? Мы опять... Ну, мы рыбу отпускаем, а вот есть такие... Нет, вот ситуация какая, да? Я ведь беру вот о тех случаях, когда, скажем, на посту ГИБДД задерживаться он везёт рыбы по два, по три мешка. Да? Он едет с рыбалки в Нерез. Нет, я сейчас не про Нерез говорю. Нерез там, понятно, да. Там всё вообще жёстко должно быть. Вот я опять же поясняю. Скажем, комментировать мне очень сложно, потому что я не знаю, кто в Татарстане принимал этот закон в связи с чем, какую рыбу вывозить нельзя. Да? У них же там очень много рыбоводных хозяйств. Может, рыбоводную нельзя вывозить? Или там... Про эти же мы говорим, там, скажем, бессанитарных свидетельств. В общем, у нас такого нет. У нас нет. Вот. И, наверное, задам ещё один единственный вопрос. Да, уже вот так вот под конец. У нас на реке Вятка, я насколько знаю, есть участки, которые взяты под лицензионную ловлю и там осуществляют ловлю сетями. Рыбово-промысловую. Рыбово-промысловую там. Нет. Рыбовыми там какими-то. Нет. Вот как у них это всё регламентируется? Потому что я не буду называть, где и кто, но я просто на таком участке в своё время мне посчастливилось или, не дай бог, может быть, туда больше попасть, порыбачить, там сети не вынимаются сутками. То есть там реально вот рассвело, смотришь, они плавают с темнала, в темноте с фонарейками плавают. Сколько они там вылавливают, я не знаю. Но реально там рыба с низов, вот между, мимо их там снастей, она пройти не может. Ну, это 100%. Потому что я посмотрел, какие сети, какой длины и какой ячейки. Я никогда не думал, что рыбопромысловые участки могут там ловить ячеёй там в 30-очку. Ну, то есть там рыба с ладошку, она реально туда всё. Ну, да. Дуршлочок. И там сеть вот так вот в четыре загиба по реке, и они там плывут двумя лодками, как ячейку. Я посмотрел, если вы информацию этой поделите, Игорь Ильич с удовольствием проверит этот промысловик. Нет, я здесь просто не уверен, что это промысловики ловили. Нет, нет, нет. Всё. Я же подъехал. Нет, во-первых, промышленное рыболовство, оно декомментироваться точно так же, как и любительское. То есть теми же самыми правилами рыболовства. Ловят они только те нормы, которые им выделили Министерство охраны и окружающие следы. А мы на основании этого им даём разрешение на вылаз. Если у них превышение, скажем, там, веща разрешили выловить 500 килограмм, а он выловил тонну, то это уже нарушение. Они точно так же отвечают. За это можно решить лицензию на вылаз. Василий, вот смотрите, я дополню, чтобы у рыбаков было понимание, у нас каждая сеть на реке, которая используется рыбопромысловиками, в обязательном порядке должна быть отбиркована, на ней написано наименование, наименование там, какая размер ячей, какая бригада работает, наименование рыбопромыслового участка. То есть здесь, если вы рыбаете на лодке... Мне показывали всё. То есть это... Ну, у меня разрешение, да. Да, там всё это указано. Если есть информация о том, что они ловят там сетями, которые, по вашему мнению, недопустимы, и на самом деле, наверное, недопустимы, об этом, безусловно, надо информировать и нас, как Министерство охраны окружающей среды, и рыбоохрану, для того, чтобы их... Нет, здесь, Василий, я просто... Нет, вот я просто поясняю. С ними всё очень просто, да. То есть у них есть... Всем даётся разрешение, да, на вылов. В этом разрешении они должны его иметь всегда при себе. А кто может потребовать? Любой рыболов может попросить? Ну, если они... Нет, во-первых... Если они разрешение получили, то что им скрывать-то? Они могут любому это показать, по идее. Естественно, да. Здесь вопрос, вот на самом деле, с сетями, он очень так стоит. Есть всеми известная и любимая мной там безумно замечательная стареца Черная Ласка, которую знают все. Там что зимой, что летом, поперёк стоят сети. Вот реально просто стоят сети. Весной, когда я туда приехал с товарищами, мы там приехали, вот по-русски мы офигели от количества сетей. Я такого не видел больше нигде. И причём товарищи сидят на берегу на вопрос, вроде бы, ребята, все эти-то ваши, может быть, вы их уберёте? Они мне сказали, вот тебе больше всех надо, вот их там 8 человек. Он говорит, мы тебя сейчас здесь застрелим и нам ничего не будет. Кто, откуда, где и как, ну, я с ними спорить не стал. Ну, это не промысловая бригада. Я понимаю, что это не промысловая бригада, но, тем не менее, у нас минута остается. Очень спорно, что у нас есть такие рыболовы, которые там находятся под каким-то там опекой, где-то кого-то там, не дай бог. Василий, здесь вопрос в том, что если есть такие болевые точки там на реке Вяткина или на другом, на любом другом водном объекте, мы очень активно взаимодействуем и с рыбохраной, и с органами УВД, с полицией, именно в нерестовый период. И вот такие привлекаем к участию и промысловиков туда, и общественников наших инспекторов. Как бы вот с этого года мы начали общественников привлекать. Давайте отработаем это весной совместно. Здесь никаких вопросов нет. Вы абсолютно правильно в начале передачи сказали. У нас есть закон, и надо его нам соблюдать. Так вот, если мы с вами будем оставаться в стороне равнодушными или кто-то кого-то там покрывает, это недопустимо. Но, к сожалению, вот я, как, например, рыболов, который приехал на реку рыбачить, я сеть по закону снять не могу. Василий, вот здесь вопрос как бы очень понятный. Нет, у вас очень хорошая, ну, как бы есть активная гражданская позиция, есть желание разбираться в этом вопросе. Давайте вместе весной отработаем по тем точкам, которые у вас вызывают наибольшее напряжение, или, скажем, где есть наибольшее нарушение. Потому что ведь мы работаем, работаем, результаты каждый год есть, но они, видимо, не всегда, мы вполне можем допускать, что не всегда они там именно тех браконьеров ловят. Хотя каждый год у нас уголовные дела, они появляются, возбуждаются, и там кого-то даже осуждают по этим статьям. И все равно. К сожалению, нам пора завершать наш разговор. Еще немножко времени там нужно оставить на подведение итогов нашего фотоконкурса. Спасибо большое Игоре Елпашев, начальник рыбоохраны нашего региона, Тимур Абашев, замминистра охраны окружающей среды. Я думаю, что до скорой встречи в новом году уже. Да, обязательно. До скорой встречи, приглашаем. Всем спасибо. Спасибо. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал». Я Владимир Сметанин. Не прощаюсь. Трофей. Рыбалка. Настал важный и ответственный момент определить победителя финального-финального в этом году розыгрыша бензина марки «Ультра-92» от генерального партнера нашей программы компании «Движение «Нефтепродукт». Фотоконкурс. Зимний фотоконкурс продолжится и в новом году, так что смело можете засылать туда свои фотоснимки. Подробности все размещены в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Ну а на этой неделе за 30 литров бензина борются Александр Фололеев, Сергей Вшивцев и Александр Селезеньев. По традиции я не голосую до последнего момента. Ну как до последнего? На часах я смотрю 19 часов 17 минут. Программа выходит в записи и прямо сейчас я остановлю это голосование. За кого же мне отдать свой голос? Быстро определяюсь. Пусть будет это Сергей Вшивцев. У него на фотографии где-то с десяток щучек. Отдаю голос именно за него. Ага. Вот получается какой расклад. Сергей Вшивцев 49 с лишним процентов набирает голосов. На втором месте Александр Фололеев 48 с половиной. И на третьем с большим-с большим отставанием Александр Селезенев. Ну что, все ясно. Сергей Вшивцев именно вам и достается 30 литров бензина марки Ультра 92 от движения нефтепродукт. Поздравляю вас с этой победой. На этом программа Трофеи Рыбалка на сегодня завершена. Свежие передачи появятся уже после новогодних праздников. Так что следите и за эфиром, и за нашей группе ВКонтакте, и за сайтом эфекирова.ру, и за нашим каналом на YouTube, где регулярно появляются видео-версии передач Трофеи Рыбалка. Всего доброго. До свидания. Трофеи Рыбалка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин